Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вы думали, что я опять буду вас веселить и говорить Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Нет, сейчас мне не до шуток. Поэтому и здороваюсь, и говорить с вами я буду серьезно, так как встречаемся мы сегодня в очень тяжелое и очень напряженное время. И я надеюсь, что те, кто из вас повнимательней, обратили внимание, что я держу в руках не очередную гитару из своей коллекции, чтобы, как обычно, порадовать своих поклонников, виртуозных гитаристов, а держу в руках палочки и сижу за ударной установкой. Помните анекдот про внимательность? Когда муж каждый день приходил домой и, не обращая никакого внимания на жену, переодевался, ужинал, брал газету, включал телевизор и поглощал всякие новости. Жена его совсем не интересовала. И вот тогда она, чтобы как-то обратить его внимание на себя, каждый день начала что-то придумывать новое. То сексуальную одежду оденет, то сексуально накрасится, тот томно начинает говорить с ним, открывая дверь. Но он все равно не обращает никакого внимания, проходит мимо и строго по заведенному порядку. Ужин, газета, телевизор, спать. Тогда она взяла, надела противогаз, подошла к нему, когда он смотрел телевизор, и спрашивает. Дорогой, ты ничего не замечаешь? Муж отложил газету в сторону, посмотрел на нее и спрашивает. Ты что, брови выщипала? Поэтому и я надеюсь, что вы заметили, что я забарабанил. Просто я подумал, а почему бы мне не порадовать и барабанщиков? Ведь их тоже много среди моих фанатов. Пусть постебутся и они. А то все гитаристы да гитаристы пишут мне всякие благодарственные письма. К тому же, сесть за ударную установку меня вынудили объективные обстоятельства. И я должен сказать, что обстоятельства эти очень непростые. На прошлой неделе к нам обратились наши американские коллеги, собирающиеся в будущем году на гастроли в Россию, с просьбой проконсультировать их и по звуку, и по технике игры, и по ритмике вокала, и по поведению, как на сцене, так и вне сцены. Чтобы не облажаться по-тупому на концертах, и не лохануться где-нибудь в гостинице или на улице. И самое главное, чтобы их не киданули на бабки, всякие концертные промоутеры. Чтобы не получилось бесплатно тут глотки понадрывать. Вот с такой просьбой коллеги обратились. Вам, наверное, интересны названия и фамилии? Так тут нет никаких секретов. Договоров о конфиденциальности мы не подписывали. Поэтому перечислю. Это, во-первых, американский народный хэви-металлический музыкальный коллектив Bring Me The Horizon, у которых будет концерт в Мегаспорте 29 мая 2021 года. А также большая группа их соотечественников, тоже играющих американскую народную музыку хэви-металл, и которые собираются в Москву на рок-фестиваль Park Live, который пройдет в Лужниках с 8 по 18 июля будущего года. Это вокально-инструментальные ансамбли Killers, The Offspring, Deftones, Fever 333, My Chemical Romance и Slipknot. Не знаю почему, но особенно слезно просили о наших консультациях Bring Me The Horizon и Slipknot. Может, потому что им больше пообещали? Не знаю. Но в любом случае, я не мог отказать нашим американским коллегам, учитывая серьезную эпидемиологическую ситуацию в Москве, народное волнение в Соединенных Штатах, а также то, что они в складчину собрали неплохую сумму, чтобы забашлять нам за наши лекции. Поэтому я, как человек отзывчивый, с большим опытом зарабатывания денег, долго не раздумывая, направил к ним в командировку нашего басиста и барабанщика. Чтобы они проконсультировали коллег прямо там, на месте, по всем волнующим их вопросам. Сейчас мои люди как раз там, и консультации идут уже полным ходом. Американцы телеграфируют мне, что все прекрасно. Особенно им понравились лекции нашего басиста про оригинальный саунд и барабанщика про современный ритм. Ну, а уже лекции по особенностям личностного и финансового поведения здесь у нас в России, это читаю, конечно же, я, как бывший российский бизнесмен с 25-летним стажем. Онлайн читаю, по скайпу. И мне показалось, что я постепенно убеждаю американских коллег, что ничего страшного у нас тут нет. А наоборот, у нас здесь все прекрасно и удивительно. Особенно в глубинке, на свежем воздухе. И я надеюсь, что у меня получится их окончательно убедить ехать к нам, и концерты все-таки состоятся. Но пока басист и барабанщик там, в Штатах, я тут играю сразу на всех инструментах. Мы же не должны нарушать график выпуска нашей музыкальной продукции. Как минимум, одну новую песню в неделю. Вот поэтому приходится отдуваться сразу за всех. Не, я бы тоже, конечно, с удовольствием рванул в Америку, в этот светочь мировой демократии, но тут на прошлой неделе к нам подкатила еще целая делегация представителей различных молодежных танцевальных коллективов. И опять-таки, очень слезно попросили меня сочинить для них русские танцевальные песни. Надоело, говорят, под всякую иноземщину танцевать. Хочется какой-нибудь русский джаз-модерн или стрит-джаз. Я им, отчего ко мне-то пришли? Есть же люди, которые специализируются на танцевальной музыке. А вы, говорят, самый лучший современный композитор. Ну, с этим, конечно, не поспоришь. Ну, я же, мужики, говорю им, во-первых, композитор дорогой, так как лучший. А во-вторых, я рокер. Поэтому говорю, если что и сделаю, то это будет обязательно с приставкой рок. К примеру, фанк-рок. Устроит вас? Спрашиваю их. А они в унисон хором радостно прям кричат. Конечно же, устроит. Никаких денег, говорят, не пожалеем. Только сочини. Ну вот, подумал я, опять деньги. Как же опять все тривиально, подумал я. Как высокодуховная личность. Хотел, конечно, гордо отказаться от денег. Но так как я бывший бизнесмен, то очень хорошо знаю. Раз откажешься, два. А потом деньги обидятся, развернутся в другую сторону. Поэтому басист с барабанщиком поехали без меня. А я тут остался финансовый план перевыполнять. Ну что ж, говорю танцорам. Сделаю, но с условием, что в клипах вы мне будете подтанцовывать. Согласились. А куда им деваться? Лучше меня же никого все равно нет. А так как им надо было срочно, так как им не в моготу уже было под иноземщину всякую бездуховную танцевать, то ждать басиста и барабанщика я не стал, а сам сыграл сразу все партии на всех инструментах. Только тариф немного приподнял за оперативность. Всего на 100%. А затем мы сняли клип, где они мне и подтанцовывали. Вот как раз этот клип на песню «Кто придумал ночь» я и анонсирую. В эфире он выйдет в пятницу в 19.00. Жду ваши отзывы. И до свидания, друзья!